Добрый вечер! 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 Первый вечер! Добрый 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 вечер! На переддне 1 вересня гостей приимали выхованцы Гомельского детского дома. Сегодня это одна установка подобного типа в регионе. 18 ребят стали уладальниками подарунковых ранцев со школьными принадлежностями, а старшеклассники отримали наборы канцтоваров. А кроме презентов, ребят ждало представление с гульнями, интересное как самым молодшим, так и дорослым. Достойно отправить детей в школу допомогли супрацовники Гомельской областной наториальной конторы, сетки публичных библиотек и института МНС. К этой акции мы присоединяемся уже не первый год. Мы помогаем детским домам. У нас есть в Житковичском районе и в Ельском районе три детских дома семейного типа, которым мы ежегодно оказываем помощь. До вошобы приступили и самые маленькие. Сегодня у Гомеля открылись 22 додатковые группы в дошкольных установах. Таким чином, дефицит места в детских садках целком ликвидованы. Усим детям, чьи батьки звертались у отдела эдукации, было продоставлено место. Катярына Сапельникова протягни. Проблема недохопа места в детских садах Гомеля повстала кропково. Перш за все, она закранула новые микрорайоны. Новобелец, Умельника, Улух, 18-19 районы. Особливо в остро питание детского научения стояло для детвы во взросле от 3 до 6 годов. Зараз гэтая тема не критичная, у Гомеля дефициту нема. Каб вырошить проблему, организовали батьковские маршруты до ближайших дошкольных установ, где место ухапает, а так само реорганизовали особное помешкание садов. Было всем детям предоставлено место на сегодня. За счет бюджета было выделено нам порядка 300 миллионов рублей именно на открытие этих дополнительных групп. И порядка миллиарда это были привлечены деньги, которые нам помогли спонсоры, частные предприниматели для того, чтобы создать условия. Дитячие сады для открытия додатковых групп отбирались, заходячи с махчымастями пристосовать помешкание для знаходжения дятей. Частей за все ранее это были кабинеты социальных работников або спортзалы. Сегодня здесь группа, но это не говорит о том, что ребята остались без спортивного зала. Спортивное занятие мы будем проводить в музыкальном зале, который сейчас оборудовали и сделали его музыкально-спортивным. Так, дякуючи додатковым группам, каля 500 детей сегодня святковали День веда у дитячем садку. Усё, что было заплановано, выканано, а ле уже зараз ведутся работы для открытия новых мест в дошкольных установах в наступном научальном годе. Катярина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Рекорд Беларуси был установлен на Зябровской трассе. Там прошел аутофестиваль «Прага худкости-2015». В драх рейсингу в переднем приводе лепший выник краины показал у Владислав Сушко с Барановичев. Его «Хонда Цивик» переодолила по умиле за 11,556 секунды. А ле и без гэтага досягненья у Зябровцы было на што поглядеть. Тюнинг, аутагух, рэслинг. Был и аэродром под «Гомелем» наведала и наша здымошная группа. В этот раз поспоборничать можно было одразу у некольких заликах у рамках национального чемпионата и Кубка городов. Однако гоночная складальная не одина у таких мероприемствия. Удельники сбираются к обсябе показать и под капот иншим зазернуть. За один сезон машина может змяниться до непознавальности. У Зябровку съехались три десятки лепших пилотов за всю икраины. Баранович и Мазыр, Витебск, Минск. Еография с поборництва поширается с кожным разом. Участникам очень нравится наше покрытие. Они за счастье к ним приезжать сюда и участвовать. Они очень довольны. Поэтому я думаю, что в следующем году мы тоже обязательно один из этапов проведем в городе Гомеле. За рулем гоночных аутоболина вадзведи Алчины. И два проставники Российской Федерации, якие забрали с собой частку призов и подарунков. Россияне стверджают, что мясцовая трасса не горж за московскую. Организация на Узровне, а ехать у Гомель ближай. И с радостью демонструюсь любому жадающему на шыне своих автомобилей. Это модель Audi RS6 2006 года выпуска. Никакая не в спецверсиях. Это самый обычный стоковый автомобиль. Стоковая мощность данного автомобиля 580 лошадиных сил. 680-720 крутящего момента. Все зависит от стоковой прошивки. Единственное из плюсов этой машины, что тут стоит дополнительная керамическая система торможения. То есть она более эффективная при дополнительных нагрузках. Показали гостей и Audi RS6, на какой был побитый рекорд свету на дистанции в милю. Зразумело, что полюбоваться на такие шедевры айчинного и замежного автопрама жадающих знайшлося достатково. Тем более, что для глядачу было шмат додатковых мероприемств. До того, что наведленники очули на себе всю мощь автогуку. 130-150 дБ – лепшие выники дня. А гонщики хвалились и иншими досягненьями. Выниковая худкость на финише у самых магутных авто до 240 км в годину. Механики сдульные створыть гоночные машины с излучайных базовых моделей. Были и б сродки. Хоть про гроши гонщики частей за все рассказывать отмоляются. Деньги тут не главное совершенно. Вообще не главное. Тут главное желание. И просто все делается постепенно, не за один раз. За один раз – это да-да-да, там деньги. Люди платят и получают быструю машину. А когда делается в течение 5-7 лет, то это несущественные расходы, которые тратятся на машину. С 10 секунд в этом году у Зябровцы никто не выбрался. Але выники показали неадренные. Головное ж досягненье – рекорд Беларуси в переднем приводе. И этого уже достатково, как фестиваль запомнился надолго. Вольга Вальченко, Дмитрий Радянко, Телерадо и компания «Гомель». Новинная регионная информация о проектах Телерадо и компания «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире.